В Крае в 2015 году произошло свыше 7 тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Это меньше, чем в 2014 году, но число наркоманов не уменьшается, поясняет заместитель главы администрации Края Николай Далуда. А это ведь люди и в судьбе здоровья. Причем наркомания молодеют синтетические наркотики, порой употребляют подростки 12, 13, 14 лет. Преступное желание сделать бизнес на здоровье молодежи. Например, это все я беру данные с нашего управления наркоконтроля. На протяжении двух лет, это 2014 и 2015 год, наркоманы организовали наркопритоны в городе Ейске и Зелекухариха, Ейского района, на которых жители района потребляли страшный наркотик, гезоморфин. Критическая ситуация в Ейском и Абинском районах. Там массово обнаружены притоны наркоманов. Сейчас проводятся проверки. В Сочи наркополицейские готовятся к активному курортному сезону. Обычно в этот период у них горячая пора. В период курортного сезона ситуация обостряется, да, потому что увеличивается, кратно увеличивается количество, в общем-то, туристов в городе. И, соответственно, приходится работать больше и, в общем-то, больше задерживаем. Наркополицейские приезжают с различных уголков, не только нашей страны, но и из-за границы. В частности, из Абхазии очень много, вы знаете, да. Как мы можем влиять на то, что происходит в Абхазии, как мы можем влиять на тот фон, который, к примеру, есть в Абхазии, на те условия. Там же, понимаете, в том числе и наши, так сказать, клиенты попадаются и в достаточно большом количестве. Самое главное, говорят наркополицейские, неравнодушие людей. Благодаря слаженной работе с ТОСами удается держать ситуацию под контролем. По оценке краевых властей Сочи можно поставить удовлетворительную оценку.